Никто не может точно сказать, сколько лет Брестскому центральному рынку. Он существовал еще при Советском Союзе. И сегодня при огромной конкуренции со стороны различных гипермаркетов и торговых сетей здесь по-прежнему много покупателей. Торгуют сами производители, есть и продукция, закупаемая у населения. Июнь – традиционно клубничная пора. Ароматная и сочная, яркая и аппетитная. Мимо клубники сложно пройти, не купить хотя бы на пробу. Выбор большой, а цены на эту сладкую ягоду сейчас в среднем от 7 до 10 рублей. Ну вот смотрите, вот это будет Сан-Андреас, допустим, да, грубо говоря, ну вот так. А вот это Альба, вот Альба. Альба идет крупнее сама по себе, как сорт, но она ранее идет. А Сан-Андреас – это ремонтант. По сладости Альба будет слаще, чем Сан-Андреас. Ну, в принципе, тут и тот сладкий сорт. Предпочитаю приобретать продукты на нашем центральном рынке, так как здесь продукты более свежие. Значительно больше выбор. Вот даже по клубнике это видно, которая стоит всего 8 рублей. Клубника очень ароматная, свежая, крупная, красивая. Молодая зелень радует глаз. Здесь же изобилие спелых и сочных фруктов и ярких овощей. Цены различаются в зависимости от размера и сорта. Ну и куда же без нашей традиционной бульбы. Немытый молодой картофель стоит от 2,5 рублей, мытый – до 4. Пупырчатые огурчики только с грядки – в среднем от 2 до 3. Зелень, лук, укурок, петрушка и рукола – от 50 копеек до рубля. А цены на редис в диапазоне от 50 копеек до 1,5 рублей. Продукция попадает на прилавок только после лабораторного заключения. Рынки очень пестрят сейчас, все продукции – это и огурцы, и помидоры, то есть все овощи. Уже пошла домашняя клубника, которая тоже проходит обязательный контроль. Значит, клубничка у нас вся проверяется, органолептика, плюс радиация обязательно, независимо от партии и откуда она прибыла. В основном на данный момент это Кобринский, Брестский и Малорицкий район клубника у нас. Ну, немножко из Пинского района. Значит, вся продукция, овощи, которые идут, это огурцы, томаты, капуста, картофель и тому подобное, проходит тоже обязательно витеранно-санитарную экспертизу, осмотр, и определяется содержание нитратов и радионуклидов. Кроме безопасности самой продукции, важно соблюдать и правила защиты от коронавирусной инфекции. Похоже, что многие покупатели расслабились с приходом лета и забыли об опасности. Продавцы же напротив. Несмотря на жаркую погоду, масочный режим соблюдают. Стоим в масках постоянно, потому что ситуация такая в стране, везде много болеющих. Ну, иногда снимаем масочки на перерыв и всё. А так в основном все продавцы стоят в масках. Торгую я на рынке здесь много, 30 лет. Так что очень давно. На этой точке именно стою 10 лет. Точка очень нравится. Свои покупатели приходят и берут продукцию хорошо. Я сюда только переехала из столицы, и сегодня я первый раз на рынке. Буду изучать. Надеюсь, что Брестская клубника. Я думаю, что здесь как-то будет всё-таки поприятнее ценовая политика, чем, например, в столице. Под куполом находится сердце рынка, его крытая часть. Здесь всё тоже разнообразие продукции и настоящее раздолье для мясных гурманов. Свинина и говядина, курица и субпродукты. Аппетитный бачок с салом можно купить за 10 рублей. А свинина стартует от 8. Любители телятины заплатят от 14 рублей за килограмм, есть на крытом рынке и продукция для сладкоежек. Чего здесь только нет. Орехи и сухофрукты, мёд и конфеты так и провоцируют своим видом на лишние килограммы. Сладкой продукции у нас много, но более славится медовик лыщицы, пирог медовый лыщицы, цена 14,30. Натуральный мёд в коржи ложится и делается из натуральных сливочек, крем. Вересковый, гречишный, липовый, майский, мёд с акацией. Пожалуйста, пробовать даём. В общем, на каждый товар найдётся свой покупатель. И можно много рассказывать о ценах, но лучше один раз прийти и выбрать то, что вам необходимо.